16 октября основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмумали Рахмон, в рамках своей рабочей поездки в Сахдийскую область в Гулистоне дал старт деятельности обществу с ограниченной ответственностью Мургия Лосифат, птица высшего качества. Птицеводческая фабрика Мургия Лосифат в апреле 2019 года была создана на основе указаний и поручений уважаемого лидера нации Эмумали Рахмона отечественным предпринимателям Парвизом Бобоевым. Оснащенные современными технологическими линиями и оборудованием корпуса специального отраслевого объекта построены для выращивания курбройлеров, убоя, переработки, упаковки и хранения диетического куриного мяса. Деятельности первого этапа птицеводческой фабрики официальный старт 22 марта текущего года дал глава государства уважаемый Эмумали Рахмон. При этом глава государства поручил отечественному предпринимателю, руководителям Сахдийской области и Гулистона увеличить поголовье птиц, наладить переработку диетического мяса внутри предприятия с использованием современных технологий, реализовывать мясо птицы на потребительском рынке в красивой, отвечающей стандартам упаковке. За прошедшие шесть месяцев ответственные лица, специалисты и работники общества с ограниченной ответственностью Мургалу Сифат построили и оснастили еще четыре новых птицеводческих объекта с затратой 1 миллион 700 тысяч суммоний, где выращивается 80 тысяч голов цыплят. На предприятии для 75 рабочих и специалистов созданы рабочие места. Мощность предприятия за один год будет доведена до производства более 2 тысяч тонн куриного мяса. Цех по переработке и упаковке продукции оснащен новейшим технологическим оборудованием производства Российской Федерации. В стране это первый опыт введения таких методов переработки и упаковки мяса птицы. Учредитель и специалисты предприятия Мургалу Сифат создали полный и нормативный комплекс по производству диетического куриного мяса, который охватывает все циклы от выращивания цыплят и производства до реализации потребителям высококачественного куриного мяса. Компания имеет птицеводческий объект, инкубатор для выведения цыплят, цех по заводскому убою птицы, цех по переработке и упаковке, холодильное помещение для хранения готовой продукции, цех по производству птичьего корма, лабораторию, склады, вспомогательные объекты сферы, инфраструктуру, энерго- и теплоснабжение, кондиционирование, воздухоочищение, зооветеринарные санитарии и гигиены. Было сообщено, что в течение 40-45 дней цыплята-бройлеры в среднем набирают вес 2-2,5 килограмма и готовятся к убою. Цыплята выводятся в собственном инкубационном цехе. На птицеводческой фабрике технологический процесс полностью автоматизирован. Температура внутри объектов, очищение воздуха, подача воды и корма контролируются посредством компьютерных технологий. Корм для птиц производится на самом предприятии. С созданием цеха по производству птичьего корма мощностью более 50 тонн в сутки налажено производство 5 видов кормов. Корма для цыплят в основном изготавливаются из отходов зерновых культур, пшеницы и кукурузы, подсолнечного масла, соевого шрота и других видов продукции. На выставке предприятия было представлено более 15 видов продукции, изготовленной из диетического куриного мяса. В ходе ознакомления лидера нации проинформировали о том, что это птицеводческое предприятие наряду с производством куриного мяса первым наладило производство различной продукции, изготовленной из куриного мяса, пригодной для употребления в специальной упаковке. То есть, на предприятии куриное мясо полностью перерабатывается и предлагается покупателям. На сегодняшний день в Сальдинской области существует 125 птицеводческих предприятий. Деятельность 25 из них специализируется на производстве диетического мяса птицы. Благодаря вкладу предпринимателей Сальдинской области, в ближайшем будущем потребительский рынок будет полностью обеспечен яйцами и куриным мясом.